Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 3 ноября и я продолжаю тему зимнего хранения томатов. Вот сегодня из подвала я достала томаты, которые у меня в прекрасном виде еще. Хотя говорят, что созревшие без света, там не на кустах, они теряют свои вкусовые качества. Но все равно, это не магазинные, это свежие, выращенные своими руками. Их можно и в пережарку, и для приготовления горячих блюд. Можно до сих пор, я еще делаю какие-то заготовки зимние, вот например суповые заправки. Сейчас как раз свекла подоспела, морковь. Все это очень хорошо сохранилось. Я вам потом расскажу, какие сорта нынче у меня на хранении. А вообще эта тема будет общая. Как сохранить томаты очень долго. И какие именно томаты у нас хранятся очень долго. И я в конце видео, прям по своему каталогу прочитаю, именно сорта наименования. Потому что многие просят, конкретно называйте сорта, которые хорошо хранятся. Я назову. Но так как у всех сорта в разных регионах продаются различные, этих сортов может быть у вас не будет. И изначально я хочу вам объяснить, как из большого количества томатов вы прям вот безошибочно можете выбрать, какие сорта будут храниться долго. А какие не очень. Когда я рассказывала о зимнем хранении томатов, о длительном хранении, до нового года даже, я вам говорила, что тут много факторов должны сойтись. И условия хранения, где вы будете хранить. То есть, все-таки это место должно быть прохладное. Вот у меня подвал под частным домом. Мы сами строили этот дом. И изначально я уже предполагала, что у меня будет вот подвал для хранения большого количества свежих овощей, фруктов. Мы там делали, заливали бетон в полный рост ходим. И у меня там стеллажи полки и на полу. Все обустроено. Но вообще многие, кто в благоустроенных квартирах, хранят и на утепленных лоджиях. Если уж совсем нет ничего, можно хранить, выбрать самое холодное место в доме, например, подоконник. Устроить такой, как холодный немножко холодильничек. Поставить прям на подоконник. И сверху прикрыть чем-нибудь, чтобы не сильно поступало тепло от батареи отопления. Вы понимаете, потому что воздух идет вверх. Немножко как бы сделать шубу. Как такой импровизированный холодильничек. А вот про условия хранения я говорила. Потом про правила рассортировки. То есть для длительного хранения мы не берем ни бурые, мы не берем ни спелые. Берем или молочную зрелость, или вообще недозрелые. И самое главное, что мы должны знать, укладывая томаты на хранение, это сорт. Не каждый сорт может храниться. Еще раз повторю, что вот эти наши биф томаты, крупные, сочные, такие вкусные, они хранятся неделя. Ну от силы две недели. Но ни один такой мясистый, сочный томат не может пролежать, например, октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца. Вот у меня до конца декабря в прошлом году лежали. Три месяца никакой такой томат не прохранится. Как узнать, даже если, например, вы будете укладывать не те сорта, которые я, например, нынче храню, а свои. Как узнать, вот из большого ассортимента приходите в магазин, как узнать, какой томат вы можете подобрать для будущего года, для зимнего хранения. Сразу все томаты, которые написано, вот видите, я нынче опять выписала в одной фирме. Все сорта, которых у меня нет, и вот буду выбирать нынче, подбирать из них, какие в этом году посадить, какие в следующем. И как раз вот для примера я их разложила. Сразу из этого убирайте, которые написано, крупные мясистые, весом до 600 грамм. Вот, например, японский краб. Скорее всего, он не будет долго храниться. Чаще всего мы выбираем для длительного хранения томаты небольшого размера. Пусть они будут перцевидные, сливовидные или круглые. Главное, чтобы в описании к сорту было написано, вот этот сорт, томат лимон лиана. Я ни разу его в жизни не выращивала. Он для меня совершенно новый, но я уже уверена, я с точностью на 100% знаю, что он будет долго храниться, как я узнаю. Вот здесь написано, несмотря на то, что это индетерминатное, это вот такое вот растение, как всегда, с повышенным уходом, но тут в конце написано, что так, 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 в плодах повышенное содержание сухого вещества. Написано, используется в свежем виде и в консервировании. Те сорта, которые используются для консервирования, которые хорошо хранят форму во время консервирования, это как раз те же сорта, которые будут у нас долго и хорошо храниться. Те сорта, у которых повышенное содержание сухих веществ. Что это значит? Это значит, что томат, он не будет течь во время хранения, он не будет гнить во время хранения. И вот эта толстая шкурка, которая при консервировании специально в засолочных сортах, селекционеры как достигают вот этой вот толстой прочной шкурки, чтобы томат держал форму в баночках, эта же толстая шкурка помогает нам во время хранения. Вот я из посторонних совсем вот из этих сортов выбрала этот сорт, я на будущий год посмотрю, и я уверена, что он очень хорошо хранится. Так, вот написано тоже, золотое руно, тоже новый, написано, для целеноплодного консервирования. Если написано, что сорт консервный для консервирования, это значит, он будет хорошо храниться. Сейчас я пройдусь вот быстро-быстро по своему каталогу, и я, прочитав вот эти все сорта, вы увидите, что сортов, которые способны храниться в длительный период, очень-очень долго, очень-очень много. Все сорта меньше 100 грамм, почти все они хорошо хранятся. И вот та самая медовая капля, про которую мы говорили, что она, повышенная у нее сладость, очень сладкая, она прекрасно хранится. В том году у меня лежала до самой зимы. Сейчас до сих пор лежат у меня сумасшедшие вишни барри, они так как новинка в этом году, я их хочу еще и спробовать на длительность хранения. Сумасшедшие вишни барри лежат, ильди желтые лежат, тоже новинка. Они тоже все еще целенькие, причем, замечу, лежат при комнатной температуре, то есть здесь же дома, просто вот в такой чашечке, в плошечке, все самые маленькие, которые не дозрели, я их туда сыпала, как горошины, все они целые, все они сохранились. Если говорить вообще про все... Так, вот петруший огородник, он хорош, но он недолго хранится. Он хранится не очень долго, не больше месяца, например, но зато он не теряет при созревании своих качеств. Конечно, буян, вот такой как челнок, они бы хранились долго, но так как мы их, это как ранние скороспелые сорта, многие из нас очень рано их высаживают, и они в июле или в августе, они уже все, отдают весь урожай, и нам просто на хранение укладывать нечего. Но если эти же сорта, как и вот нынче золотая пуля, например, посадить чуть позже, например, на месяц, полмесяца, то они будут прекрасно храниться. Вот как раз золотая пуля, сливовидная, желтая такая, оранжевая, тоже до сих пор еще лежат несколько штук, хранится хорошо. Все вот эти, сибирский пироид, дамский пальчик, огородный колдун, и полюс, и снежная сказка, и метелица, они все могут храниться очень долго, если, конечно, мы не посеем их рано, и не будем их выращивать, как раннюю и скороспелую культуру. То есть, если рано их посеять, они отдают весь урожай, все. Потом, ну, их можно тут все перечислять, и сибирячок, и ракета, и дубок, и спиридон, и сахарные пальчики, все очень хорошо хранятся, очень хорошо хранятся все пальчиковые, такие как перцевидный, перцевидно-оранжевый, перцевидный-желтый, но не стоит закладывать на хранение такие томаты, как золотые купола, любимый праздник, анжела-гигант, розовый гигант, медовый король, абаканский розовый, это все вот такие крупные, здоровые. Дальше идет вот у меня очарование, вот оно, хранится идеально, оно тоже для засолки, я осенью показывала, очень обильный сорт, такой весь увешанный. В прошлом году рекордсмен по хранению был, и нынче тоже твердые плоды, я сегодня его разрезала, он даже вкус не потерял, он такой, там сладости сильно нет, врать не буду, но такой истинно томатный вкус, с кислиночкой немножко, очень приятный. Все челма, все челмовидные, и все трюфелевидные хорошо хранятся. Вот у меня хорошо хранился, в один год я хранила красный трюфель, челма, потом, так, сейчас скажу, денежное дерево, оранжевые сливки прекрасно хранятся. В ссылках, вот к этому видео, я прошлогодние, ссылки на прошлогодние видео вам выставлю, там, какие томаты в том году у меня хранились до декабря, я же не каждый год одни и те же укладываю. Потом, груша розовая, хорошо хранится, так, 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 медовая капля, мисс Америка, голубика в прошлом году хранила, хорошо хранится. Так, дальше какой, какой-то, добарао черный прекрасно хранится, прекрасно хранятся все добарао, добарао золотой, добарао розовый, добарао черный, все вот эти сливовидные мелкие, все хорошо хранятся. Но опять же, здесь вот бердский крупный, например, бычий лоб, сахарный подовичок, их не стоит на хранение укладывать. Казанова прекрасно хранится и сохраняет свою сладость, вкус сохраняет. Но такие, как медовый салют, Андреевский сюрприз, например, и какие тут еще, крупноплодные, их не стоит укладывать на хранение. Хранится хорошо черный маур, хранится хорошо штраух, лампа Алладина до сих пор лежит у меня. Но лучше не хранить розовый мед, лучше не хранить. Вот медвежья лапа, райское наслаждение у меня, они плохо хранятся. Супер экзотик, мило можно хранить. Валентина, потом морхотская кисть, прекрасно хранится, похож на добарао. Потом, сейчас скажу. Монгольский карлик в прошлом году хранила, тоже хорошо хранится. Но из этого я не буду все. Вот банановые ноги, кстати, тоже хорошо хранятся, у меня до сих пор лежат. Вот они, ножки банановые. Но глядя на эти банановые ноги, я все-таки думаю, что, наверное, есть разные банановые ноги. Вчера опять был комментарий, что они самые вкусные, когда совсем созреют, и когда на них появляются розовые полосы, и они приобретают бронзовый вид. У меня хранится уже вот два месяца, второй месяц, никаких полос розовых не появилось, и бронзы никакой не появилось. Наверное, все-таки разные банановые ноги, но вот это от партнера. И вот, исходя из всех этих списков, мы еще раз убеждаемся, что лучше всего хранятся или пальчиковые, или такие перцевидные, или сливовидные, или маленькие, кругленькие, лучше всего до 100 или 120 граммов. Какие сейчас я достала? Я достала сегодня всего два лотка, вот пережарку делала, все. Очарование дохранилось, прекрасно, уже ноябрь, так, ну вот банановые ноги показала, банановые ноги, причем, они еще даже не совсем мягкие, они еще даже твердые, еще, наверное, месяц полежали бы. Потом вот этот вот эрос, который попал ко мне совсем случайно, как казаново, только оранжевый, и какие-то красные, но я уже, там у меня весь в рот, я уже не подписывала, но именно, что вы видите, что все они одной и той же формы или вытянутый, перцевидный, пальчиковый, или небольшие, вот такие круглые. Все. Я надеюсь, вы сами теперь, кто начинающий, кто ни разу этим не интересовался, сами сможете определить, вот даже зайдя в магазин, прочитав пачку, какой сорт вы можете выбрать для зимнего хранения. Засолочный, в котором много, повышенное содержание сухих веществ, и который лучше всего написан, если идеален, для консервирования, цельноплодного, чтобы была плотная шкурка. Все, до свидания. Научимся хранить томаты, нам не нужен будет магазин, до Нового года, можно смело, хоть и говорят, что они невкусные, вкус теряется, но вот сейчас, какие они, по вкусу я попробовала, они ничем не уступают вкусу, те, которые в магазине, у нас уже, по-моему, по 100 рублей килограмм, но хотя бы они свои, мы знаем, что там ничего у нас не намешано. Все, до свидания. Будем учиться хранить свои томаты. Это очень здорово. Они даже пахнут летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова